Всем привет! Сегодня проект Акаса совместно с нашим партнером, этнокультурным комплексом Этномир, приготовили тему, опираясь на ваши многочисленные запросы о памирцах и о том, как памирцы отличаются от таджиков. Мы с большим интересом стали работать над этим вопросом, ведь именно на Памире, согласно профессору Оксфордского университета Максу Мюллеру, во втором тысячелетии до нашей эры арийские народы начали свою миграцию, а знаменитый географ Карл Риттер в своих трудах сделал шаг еще дальше. Он предположил, что Памир является родиной не только арийской ветви, но и всего человечества. Короче, сегодня говорим о Памире и его освободолюбивых жителях. Начиная с самых древних страниц истории, памирский край населяли жители, говорившие на восточно-иранских языках, что, по мнению большинства памироведов, связывается с экспансией кочевых саков в этот горный регион. Скорее всего, заселение горного Бадахшана началось в 8-7 веках до нашей эры и сопровождалось миграцией разных ираноязычных сообществ из различных географических зон. Это и праваханцы, которые проникли с территории Алайской долины и имели близкую связь с древними саками восточного Туркестана. Это и праишкашимцы, проникшие с юга-запада, это и мунджанцы, имеющие бактрийские корни, ягнопцы, наследующие сагдийские традиции, а также такие сообщества, как шугнанарушанцы, ваншцы, дарвасцы и так далее. Археологические данные, найденные в ходе исследований, доказывают, что памирские иссаки оживленно вели торгово-политические коммуникации с Ферганой, восточным Туркестаном, Индией и Афганистаном. Однако размеренная жизнь древних памирцев круто изменилась под влиянием внезапного прихода греко-македонской армии. Александр Великий, преследуя мятежного беса, утвердил политическую власть греков в регионе, невзирая на стойкое сопротивление памирских народов. Показательно, что пребывание македонян отразилось не только на социальном и экономическом уровне, но и прежде всего на династическом наследии правящей элиты, которая управляла памиром в течение двух тысяч лет и чьи корни уходят к легендарному Александру Великому. Академик Искандаров писал, во многих источниках сохранились легенды о том, что памиром и его населением в течение двух тысяч лет управляли потомки Александра Македонского. Потомками Александра стали называть себя представители не только Шугнана, Рушана, Ишкашима и Вахана, но и Каратегина и Дарваза, в том числе и Читрала. Следующую страницу в жизни памирского края открывает группа центрально-азиатских кочевников, которая сокрушила греко-бактерийское царство во II веке до н.э. и которые в исторической науке известны как Кушаны. Кушаны образовали империю на территориях Центральной Азии, Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Период ее рассвета приходится на 105-250 годы н.э. Горные ландшафты Памира и Гиндукуша также вошли в состав Кушанской империи. Факт пребывания памирских народов в зависимости от Кушанов подтверждается находками в Хароге кушанских монет, широким комплексом оборонительных крепостей, могильных сооружений, ну и сохранившегося языка наследия. Филологи относят кушанской традиции мунджанский язык и шугна на рушанскую языковую группу. Следующей важной этнической группой, повлиявшей на этногенез памирских народов, были эфтолиты, которые появились в регионе в IV веке н.э. Историки полагают, что миграция и заселение эфтолитами Памира продолжалась несколько веков и отразилась в огромном ансамбле материальных достопримечательностей, народных легенд и преданий, и даже глубина интеграции эфтолитского фактора в горный регион Памира выразилась в прямых преемниках, хранящих по сей день далекую связь со своими предками. Например, жители Кишлака-Ямчун и Шкашимского района называют себя эфтолитами, а одна из долин афганского Файзабада называется Евтал. До арабского завоевания территория Памира оказывается в номинальной зависимости от Танской империи, что нашло отражение в китайских хрониках, где Шугнан фигурировал как Шидзин. Последние десятилетия VIII века Памир испытывает на себе вторжение мусульман, становясь частью стремительно расширяющегося халифата. В IX веке горный Бадахшан находился в зависимости от государства Тахиридов. В X, XI и XII веках последовательно гегемония над горным краем переходила в руки самонидов, а затем и газневидов, на смену которым приходят гуриды. При этом гордые и воинственные народы Памира, невзирая на преобладающую численную и технологическую мощь противника, сохраняли существенную автономию от центральных властей. В XI веке, как считают этнографы-памироведы, в жизни разнородных памирских сообществ происходит кардинальная духовная трансформация, выделившая этот регион особняком. На Памире происходит исламизация под эгидой исмаилизма, и здесь стоит остановиться подробнее. Чтобы понять, как данная религиозная ветвь укрепилась в данном регионе, начнем опять же с Сакской эпохи. Начиная примерно с VIII века до н.э. на Памир начали проникать различные иранские верования. В число авангардных течений входил зароастризм. Наиболее стойкие позиции зароастризма были отмечены в Шугнане, где холмистый ландшафт испещрен персидскими храмовыми сооружениями, некоторые из которых действовали вплоть до XIV века. Другой важной конфессиональной особенностью Памира был буддизм, пустивший глубокие корни и веками существовавший наряду с другими иранскими верованиями под крышей мира. Буддистские традиции были наиболее сильны в Вахане, через который массово мигрировали индийские пилигримы и паломники из Хатана. Что же касается мусульманства, которое начало проникать на эти территории гораздо позже, то обращение населения западного Памира в ислам не произошло внезапно. Этот процесс затянулся на многие века, а специфичной особенностью для жителей средневекового Бадахшана стало то, что проповедь религии велась представителями течений, преследуемых мусульманами других исламских течений. Например, целый ряд шиитских улемов пользовались покровительством центральных властей. Во времена самонидов целая сеть проповедников во главе с Мухаммадом Анна-Сафи пользовались большим успехом в крупнейших культурных центрах Маверранахра и за его пределами. Политическая деятельность самонидских правителей, ориентировавшихся на отдельный от арабского халифата путь развития, требовала мощную культурную традицию для поддержания централизованного управления. Таковой стала как раз шиитско-исмаилитская ветвь ислама, вплоть до низложения самонидов руками караханидов. После низложения и ухода персидского фактора с политической авансцены Центральной Азии наступает эпоха тюркского владычества, где караханиды, газневиды и сельджукиды начали системные преследования исмаилитов, которые в поисках политического убежища бежали в труднодоступные районы как раз-таки Памирского региона. Исмаилизм органично вобрал в себя древние зероастрийские верования, которые веками существовали в Бадахшане. А с появлением в регионе легендарного Насира Хосрова, исмаилизм окончательно закрепился на Памире. Вокруг его учения сплачивались многие этнические сообщества, оставляя при этом позади прежние ссоры и мировоззренческие противоречия. И таким образом доктрина исмаилизма стала формообразующей моделью для самосознания подавляющего большинства жителей Памира. Возвращаясь к политической истории, отметим, что после ослабления монгольского владычества жители Памирского края, не успев насладиться в полной мере дарами политической свободы, испытали на себе не менее опустошительный натиск Амира Тимура. Самаркандский владыка не раз совершал военные кампании в районы левобережья Амударии и привел в подчинение жителей Афганистана и Гиндукуша. Памирский Амир Бахауддин даже достиг некоторого успеха в освобождении памирского народа от тимуритской зависимости, но в итоге потерпел поражение от внука Тамерлана Шахруха. Завершение военной кампании по завоеванию Памира продлилось вплоть до правления Абусаида правнука Амира Тимура. На фоне политического развала крупнейших евразийских империй, Памир с 16 века испытывает на себе череду беспрерывных войн за свою независимость. В начале 16 века Бадахшан входит в состав империи великих моголов. Затем в том же столетии их сменяют шейбаниды, которых теснят аштарханиды. Кстати, владычество аштарханидов над западным Памиром продлилось очень долго, и к концу 18 века правители Афганской Дуранийской империи предпринимают первую попытку покорения Бадахшана и завершают покорение значительных территориальных владений западного Памира к середине 19 века, где власть афганских правителей соседствовала с владениями Бухарского эмира, также имеющего территориальные претензии к Памирскому краю. Самым тяжелым периодом в истории Памира был 19 век. Западный Памир, находившийся во власти афганского эмира, испытывал колоссальные экономические лишения, ломку традиционного уклада, а население подвергалось невиданным зверствам. Как указывает советско-таджикский историк Назаршоев, казни проводились ежедневно, выжигались кишлаки, а поля вытравлялись лошадьми. Все девушки и наиболее красивые женщины края были частью отправлены афганскому эмиру, другой частью отданы войскам в жены и наложницы. На фоне беспрецедентного произвола, развернутого афганцами на Памире, важную роль в освобождении горного края сыграли духовные лидеры региона, отправившие губернатору Ферганы своих доверенных с письмами, где они просили генерала-губернатора Туркестана о том, чтобы правительство царской России взяла территорию Шугнана и Рушана под свое покровительство и спасла памирское население от гнета афганских захватчиков. В результате большой геополитической игры за Центрально-Азиатский регион в 1895 году Царская Россия и Британская империя устанавливают территориальные сферы влияния, границы которых проходятся прямо по Пянджу. В 1904 году Шугнан, Рушан и Вахан были фактически присоединены к Российской империи. Граница по реке Пяндж между Афганистаном и Бухарой, а в дальнейшем и СССР, по сути, прошла по живому социальному полотну, грубо растасовав близко родственные народы по берегам реки, на века оборвав привычные внутридолинные связи. На сегодняшний день, находясь в составе Таджикистана, памирцы все-таки выделяют себя как отдельный этнический и социокультурный кластер. Понятие памирцы стало неким топонимическим маркером, объединяющим широкий спектр различных этнических групп, проживающих в Горном Бадахшане и говорящих на разных диалектах памирского языка. Поэтому в ходе сопоставительного обзора между таджиками и памирцами мы будем указывать наиболее общие признаки, присущие большинству памирских сообществ. И начнем мы, конечно же, с языковых различий. Памирские языки входят в восточно-иранскую группу иранских языков. Невзирая на территориально-административную разделенность памирского населения, тем не менее, большая часть носителей памирских языков живет в регионах Горного Бадахшана Таджикистана. Что же касается современного таджикского языка, то, в отличие от памирских языков, он входит в юго-западную подгруппу иранских языков, куда наряду с ним входят также иранский и дари. Эти три языковые группы имеют близкородственную связь между собой и являются общим для значительного числа персидского населения Ирана, Афганистана и Таджикистана. Что касается письменности, то, в отличие от богатого таджикского письменного наследия, у памирских языков она не получила широкого развития, хотя попытки для ее развития предпринимались в 30-х годах советского периода и в 90-х-2000-х годах уже в Таджикистане. Если брать антропологический срез, то генетически памирцы и таджики близки друг к другу. Оба народа имеют индоевропейские и центрально-азиатские этногенетические корни. У равнинных таджиков отмечается примесь монголоидных элементов. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает следующую характеристику долинных таджиков. В наружных физиономических особенностях таджиков ясно замечаются главные черты иранского типа. Они обыкновенно среднего роста с широкими крепкими костями. Лицо их продолговатое, чем у турок. У таджиков высокий лоб, выразительные глаза, черные ресницы, густые темно-русые волосы и густая борода. Что же касается памирцев, то внешне они сильно отличаются от всех других жителей Азии. У них ярко выражена европейская внешность, округлые мягкие черты довольно широкого лица, светло-серые или голубые глаза, русые или рыжеватые волосы. После экспедиции 1914 года Зарубин писал, что многих горных таджиков можно принять за переодетых крестьян средней полосы России. Эта белокурая раса продолжает существовать в глубоких горных долинах на склонах Памира и Гендукуша среди целого моря черноволосых племен Азии. Теперь же рассмотрим различия в религиозных воззрениях. Ислам в Таджикистане является самой распространенной религией. В 2009 году высшее собрание Таджикистана утвердило ислам ханафитского масхаба в качестве официальной религии, поддерживаемой государством. Жители же горного Бадахшана, как мы говорили выше, в подавляющем большинстве исповедуют исмаилизм. По некоторым оценкам указанная религиозная традиция охватывает аж 95% населения региона. Для памирцев при цветущем богатстве их этнокультурных укладов и богатой палитре языкового наследия исмаилизская традиция является ключевой мировоззренческой скрепой, которая на протяжении веков сплачивает памирские народы. Ну что же, дорогие друзья, как мы видим из сегодняшнего выпуска памирский край испокон веков существовал как самодостаточная природная и социокультурная зона, которая служила сначала убежищем, а затем и родным кровом для самого широкого контингента некогда могущественных народов, которые давно сошли с исторической арены. Но здесь среди неприступных горных вершин живут и их далекие потомки, которые тысячелетиями свято берегут свое древнее наследие. Пожелаем памирскому народу находиться и дальше на высоте своего духовного призвания и продолжать нести факел неугасимого свободолюдия. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам, как всегда, понравился наш выпуск. С вами был проект Акасса. Обязательно подписывайтесь, ставьте свои лайки и, конечно же, оставляйте свои комментарии внизу с темами для следующих выпусков. Мы обязательно их просмотрим и, как всегда, это делаем и подготовим, возможно, с вашей подачи еще один интересный выпуск. Ну, как еще один, много выпусков подготовить. Всего доброго! С вами был канал Акасса. До новых встреч! Пока!